Я хотела бы установить партнерские отношения со своим сыном. О, нет, вот только не это. Очень сильно деликатные люди, сильно развитые на такое возможно. Партнерские, то есть сын, если подчиненный, нормально. Вы как мать ему сказали, приказали, как начальница. Но если партнерские отношения с сыном, то это значит, что он уже не сын для вас. То есть он может вам давать советы, вы его должны слушать. Но самое опасное здесь, знаете, что вы, может быть, мудрые. Ну, вы точно мудрые. То есть вы, я вижу, что вы будете слушать своего сына и терпеть его старшинство. Но проблема заключается в том, что он не мудрый. Он начнет вас оскорблять. А как же мне сделать так, чтобы я за него была спокойна? За бизнес? Передать ему бизнес. За сына. Передать ему бизнес и следить за ним, за этим бизнесом. Он начинает что-то простая. Тогда это не партнерские отношения. Он не может с вами быть партнером, только младшим. А если он не хочет быть младшим, значит, он не готов строить отношения. Значит, он гордый, он не готов строить те отношения, на которые он способен. Все, вы ничего не сделаете. А что же мне сделать? Молиться, чтобы он, сердце, чтобы изменилось. Молитва нужна уже. Чтобы поменять сердце. Мы говорим о сердце. Видите, мы с вами о чем говорили сегодня. Давайте подведем итог. Смотрите, вот ситуация похожая. Сейчас может так произойти, что у человека пострадает сердце. Мы говорили об этом. Близкие отношения. Это мой сын, она сказала. Вот смотрите. Мой сын. Дальше что? Надо понять его уровень. Он не находится в благости. Он не может принять, что мама старшая в бизнесе. У него он плывет. То есть он то делает что-то, то бросает. Это значит, что он не может тянуть на себя бизнес. Он может только учиться этому. И мама говорит, давай учись у меня. Он говорит, да нет, я не могу. Только равные отношения. Это значит, что он не способен на это. Как менять сердце человека? Это длительный процесс. Нужна молитва. Если же вы считаете, что вы можете просто поставить его туда, дальше что произойдет? Я вам уже сказал во время лекции. Вы построили неправильное отношение с близким человеком. Что это значит? Рубец в сердце. Вот что это значит. Я даже знаю, как он произойдет. Этот человек начнет делать глупости. И вы будете ему говорить, что не надо. А он будет продолжать. Один вариант, который вас рубанет. И второй вариант такой. Он начнет вами понукать и оскорблять вас. Как личность. И оба варианта вас приведут. Ваше сердце раскрошат. На части. И его испортят как человек. Молиться. Сердце менять близкому человеку долго. С помощью молитвы. Думайте о Боге. И молитесь. Сердце будет плавиться его, меняться. Первая стадия. Спокойствие в вашем сердце по поводу сына. Вторая стадия. Вы можете ему начать объяснять, как правильно он будет слушать. Третья стадия. Изменение в его сердце. И он становится вашим подчиненным. Или равным, может быть. Через молитву это происходит. А если вы мне говорите, Олег Геннадьевич, скажите что-нибудь практичное, тогда значит вы меня не поняли. Когда одна женщина после лекции говорит, Олег Геннадьевич, вот у меня такой вопрос, только не надо говорить, что молиться. Скажите что-нибудь практичное. Я говорю, тогда я молчу. Молюсь, но пока не буду. Получается. 10% изменений. Да, он уже лучше становится. Он уже спокойнее, не такой импульсивный. Вы это видите. Просто маме же хочется быстро. Быстро. А быстро не получится. Я вам говорю об этом. Что сердце меняется медленно у человека. Вы же если измените, его сердце, у него вся судьба поменяется. Понимаете? А это судьбу поменять человеку непросто. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.